Здравствуйте! В этом уроке я хотел бы поговорить про смешивание 2D анимации. Как это делается через маску и как задействует скрипт. Чтобы произошло какое-то действие. Вот, например, у меня были две готовые анимации. Это анимация ходьбы, анимация дыхания, стояния на месте. И мне понадобилось сделать анимацию удара, например. И так, чтобы все это смешивалось и работало в то время, когда мне это нужно. Вот тут я задумался, как это делать и посмотрел, попробовал. Возможно, то, что у меня получилось, будет кому-то интересно. Кто еще только сталкивается с этим. Некая такая памятка. Соответственно, я вот уже запустил, сделал простенькое управление персонажем и добавил на клавишу пробела некий удар такой. Как бы палкой. можно заметить, что если мы идем, то есть он ударяет, все работает нормально. Если стоим, мы тоже можем это все задействовать. Все прекрасно работает. Соответственно, сейчас посмотрим, что я для этого сделал и каким образом это все можно запустить. Значит так, давайте с персонажа начнем. Что действительно у меня, у моего персонажа две анимации. Вот он стоит, например. Анимация сейчас проиграю. То есть, просто вот стоит. Соответственно, у меня есть анимация ходьбы. Вот он идет. И я добавил анимацию удара рукой. Вот. Значит, здесь момент такой. Так, чтобы нормально смешивалось через маску и ни на что другое не влияло, в анимацию участвуют только те части тела, которые нам необходимы. Минимально необходимы, скажем так. То есть, в данном случае я очистил всю анимацию и с нуля сделал только анимацию рук, кистей и все. Все остальное у меня находится в статичном положении и никаким образом не задействовано. То есть, у меня в этой анимации нет ключей на все остальные. Только рука, кисть и так далее. И больше ничего. Переходим в аниматор. Здесь у меня для простого управления контроллера, скажем так, ходьбы и прочего, я разместил плеер-контроллер, который просто нажимаешь краевши влево-вправо он ходит. И все. Собственно говоря. И потом добавил, я сейчас покажу, каким образом, чтобы нажимая пробил, любую другую клавишу, какая вам будет интересно, происходила еще дополнительно какая-то анимация. Соответственно, микшировалась. есть у нас базовый лейер, на котором все это происходит, переход анимаций. Так. Сейчас я отключу манимизировать, чтобы было видно. Вот. Ну вот, видим, он стоит. Нажимаю, он начинает идти и все, собственно говоря. Для того, чтобы делать дополнительную анимацию, я создал дополнительную маску. В маске здесь такие параметры, что все ключи, которые сделаны в анимации, они имеют наивысший приоритет, то есть единица. И при микшировании с базовым, то есть все управление моих рук переходит на основную базовую модель. Вот. Ну вот, собственно, и все. Это вот самое главное, что должно быть. Соответственно, здесь мы устанавливаем вот наша анимация удара. И через управление, то есть я поставил, написал в скрипте, что при нажатии клавиши пробела у меня запускается анимация, то есть трой, трой, то есть становится истинной. Она начинает проигрываться, один раз проигрывается и переходит при одном нажатии, один раз проигрывается и переходит в ложь. И, соответственно, перескакивает, ну, как бы не перескакивает, и микшируется уже на ту анимацию дальнейшую, скажем так, которая лежит в основном. А каким образом это работает через скрипт? Давайте посмотрим скрипт. Я сам плеер-контроллер у меня здесь, вот простенькое такое написание, то есть мы видим, что всего лишь управление клавишами по горизонтали происходит разворот нашего персонажа и при ударе здесь джамп остался от старого скрипта написания. Вот. Он не прыгает, а бьет. Соответственно, чтобы вам удобнее было разобраться или мне объяснить вам, что добавилось каким образом, я это вынес в отдельный скрипт, чтобы проще было объяснять и было достаточно понятным. То есть сначала мы создаем переменную anim, то есть в которую передаем все параметры аниматора. Соответственно, в старте мы этой переменной вот как раз и передаем эти параметры аниматора чтобы постоянно не вызывать в скрипте. Создаем некий буфер один раз при старте и передаем этому параметру все, что у нас находится в аниматоре. Все параметры. Вот. И затем уже при проигрывании и при запуске игры то есть в FixedUpdate пишется такой простой скрипт достаточно. То есть берем нашему параметру аним.setball параметр push так вот он наш параметр вот параметр push мы его создали и сделали булевская операцию то есть у нас имеет либо истина либо ложь. Соответственно если истина начинает проигрываться давайте посмотрим если ложь проигрывание заканчивается один раз срабатывает вот можно соответственно если вам нужно больше чаще там уже посмотрите сами запишите вот делаем его ложью то есть он у нас не проигрывается если нажата клавиша пробела то соответственно анимация передает параметр передается истинно и анимация проигрывается вот и все такой вот простенький достаточно скрипт для проигрывания анимации и соответственно то есть она один раз проигрывается и потом опять идет цикл вызова фиксит апдейт меняется меняется анимация на ложь и все прекращается проигрывание удара но я по крайней мере сделал вот так для наглядности но скажем так я еще не особо хорошо разобрался с программированием в юните только-только это начинаю делать соответственно у меня могут быть какие-то агрейки по шумнии извините в этом чем могу и как могу объясняю показываю то есть по крайней мере основные направления где что подправить и копать в общем-то достаточно понятно ну вот и все собственно говоря вот у нас идет проигрывание анимации так сейчас я его выберу чтобы было заметно почему-то здесь я не вижу перехода думал что будет показываться а ну вот соответственно она ожидает нужно было выбрать саму маску то есть я не на том кликнул вот идет проигрывание и переходит при когда лорги становится наша анимация на основную анимацию базовую скажем так базовую первоначальную ну вот собственно говоря и все что я хотел сказать на сегодня благодарю за внимание приятных анимаций всего доброго анимации и и и и и Продолжение следует...